Привет! В общем, мы тут решили вытрепнуться из дома наконец-то. Погодка прекраснейшая, хотя выпал снег. Ну, как видите, все уже растаяло. Сейчас покажу чуть-чуть похоже. Вот, построила маршрут. Только я решила что-нибудь поснимать, рассказать, как все происходит у нас тут. Показать, катать вас по Корее. Как мы что? Правильно попали в пробку. Да, скажи, как тебя зовут. Да мы покажем потом бабушкам, дедушкам. Так, ну, вроде пока не пробочка, но двигаемся медленно по какому-то автобану. Видимо, объезжаем тут города и обычные улицы с перекрасками. Вот. И что у нас тут видно? И тут видно как раз какой Сеул. В общем, посмотрите, какой он одинаковый. Вот тут какие-то жилые дома вдоль этого автобана построены. И дома, кстати, очень похожи. Все очень. Вот у нас примерно такой же дом. Вот. Кстати, здесь все противно, что здесь ограничения 50 и 70. Хотя по городу везде ограничение 50. И, в общем, вот достижение архитектурной мысли корейских архитекторов. Пожалуйста. Вот. Дальше тоже, в принципе, дома, которые не отличаются ничем особенно. Чуть-чуть левее. Вот видно, торчит какая-то гора. Пока мы не знаем, что это за гора. Может быть, как-нибудь туда доедем. А сейчас хотим доехать. А, вот чтобы вы понимали, зацените, это погода. После снега. С утра мы проснулись, был снег. Может быть, представьте, в этом районе не было снега. А может, уже просто за счет солнышка все растаяло. Какие-то номера домов одинаковые. 101, 101. Зачем бы это было? Слезно. Ну, вот такая вот погодка сегодня январская. Хотим куда доехать? Хотим доехать до парка утренней свежести, его называют. Или парк утреннего спокойствия. Какой-то ландшафтный скверик там. Посмотрели фотографии. Очень красиво. Не знаю, что нас там ждет, конечно, на январе. Возможно, будет серая и ни о чем. Но вот решили все-таки доехать. Посмотрим. Заехали на скоростную трассу. Мне кажется, мы выехали из Сеула. Вот так это все выглядит, пока нет высокого забора. Заборы здесь 4-метровые и, в принципе, как у нас вдоль трассы стоят домики. Красиво. Ну, так вообще, какие тут буэраки. Так, осталось попасть в нужную развязку. Жим, сходите, он впадает, как же нас. В общем, как-то вот так. Пока не супер жопис, а вообще как-то индустриал жесткий. Мне кажется, у нас в Саранске так же. Ну, что, красиво. Ну, возможно, это еще потому, что зима. В принципе, все какое-то серое. Или особо не потеряющиеся. Вот люблю их измерения. Например, там тоже какие-то жилые комплексы. Они все одинаковые. Все. Как тут можно? Они, видимо, поэтому так и любят природу и заморачиваются с последовательностью высаживания деревьев по цветам. Потому что больше не на что смотреть. Тут какой-то завод огромный. Какой-то, да? Этот промышленный какой-то небольшой сектор. Ой, до каких-то красивых мест мы доехали и дальше. Вот горнолыжный курорт, смотрите. Сейчас попробуем зазониться. Вот он. Катаются они там. Ну, вот тут уже опопахивает этим местом, где отдыхают. Потому что до этого мы ехали все время, были какие-то теплицы, какие-то хозяйства, что-то такое рабочее. А здесь уже... Что-то, что-то интереснее. В общем, приехали мы в парк утреннего спокойствия. Вот там, вот здесь начинается осмотр. Осмотр, купили билеты. Билеты нам вышли 25 тысяч вон. Это что, получается? Примерно, примерно 2 тысячи рублей. Ну, чуть побольше, может быть, 2 500. Вот, но первым делом, что мы хотим делать, это поесть. Потому что мы все очень голодные. А еще, видимо, от голода ребенок околел. Поэтому одеваемся, утепляемся и идем грять. Вот это вход. А тут еще какие-то драмы попутся. Мы нашли видеонаблюдение хитро помещенное, спрятанное. Ну, вообще, сейчас складывается ощущение, что не очень много людей. В общем, погуляем. Здесь есть какой-то вход. Так, это хозяевка крыльет. А это какой-то подвесной мост. В общем, гуляем по парку, но первым делом ищем где-то есть. Кучка учится есть. Так, что это такое? А, смотрите, как тут красиво. Весной, наверное, летом, надо будет обязательно еще раз сюда приехать. Круто. А, это что-то? А, это описание моста. Чего-то там, 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 там 50 метров и 6 метров. Что это значит? Есть у меня? Длина 50, высота широкая. Вот фонарики, они ночью, наверное, будут чистить. Вот, вот, там какой-то фестиваль света. И с 3 декабря этот фестиваль света начал работать. Вау, он шатается, обалдеть. Красиво. А я бы хотела, чтобы он был беремен и очень маленький. Так, мы пришли в такой классный ресторанчик. Да, зайка? Угу. Смотрите, значит, что такое меню. Мы решили взять жареный рис. Вот это пулька ги. Вот, вообще, одно из самых вкуснейших пуль. Сейчас попробуем здесь. И решили не рисковать, взять только одну. Потому что мы очень большие порции он потом с собой забираем. И еще вот такую куриную котлету. Со всякими штучками. В общем, посмотрим, что нам сейчас дадут. О, смотрите, это принесли пулька ги. Так, так. Я бы на твоем месте не рисковала, потому что, скорее всего, оно тебе не очень нравится. Видите, какая вкуснятина. Сейчас мы еще возьмем кто-нибудь. Мне хотел бы одну палочку. Здесь мясо, приготовленное в специальном бульоне. О, а мне бульон со сухой. Это грибы, это какая-то трава. И должна быть еще лапша. Вот такая прозрачная из сои. Так, тут традиционные закуски. Сейчас попробую, скажу, что это все. Так, у Ангелиты. Ух ты, Ангелин, какой-то крутой бульон. Это жареный рис, соус антерияки. Сейчас мы тоже себе попробуем. Личка. Сейчас мы подаем с сельной. И у Андрея котлетка. Куриная. И тоже какие-то... А, это что-то типа картошки, наверное. Рис. И тоже куча разных закусок. Сейчас мы все это будем пробовать. Так, сейчас какой-то суп пробовать? Бульон, здесь лук и какие-то гренки. И под вкус очень соленый. Так вот, я туда добавили соевый соус. Так, желтый. Так, а я буду пробовать сначала вот это, какая-то позиция. Вот это такое ощущение, как будто это карамелизированный лук или что-то такое. Вообще даже не знаю, что такое. Это что-то сухое, типа рыбы. Обжаренное в каком-то сладком соусе. Так, попробуем пулька льги. Он очень горячий. Сейчас еще загадываем, будет ли есть ингиль на то, что мы принесли. Но я надеюсь, что будет, потому что выглядит очень аппетитно. Так, ну что, пробуем. Слушай, улег. Здесь какой-то особенный бульон. Очень вкусный. Вот лапша, вот такое мясо вареное. Так, попробуем, вот это что такое. Это тоже что-то такое сухое. Тоже, наверное... Слушай, я не понимаю, что это такое. Далее, картошка с травой с какой-то. Причем очень сухо. Мне кажется, это слетит. Мне кажется, нет. А для, кстати, я переехаю. Вот это я, кстати... Вот это я, кстати, пробуем кемчишку. Ой, кемча вкусная, острая. Как и сами вкусные. Вот такие печеньки макарон. Слушай, что-то я больших, мы не пробовали. С козявками. С козявками от Ангелине. О! С козявками. Вот такую розовенькую. Вообще-то у меня посыпка. Не знаю, что это. Может быть, это скулимированная глупитая? Непонятно. Это какая-то завернутая в листик. Непонятно чего. Похожая на карамель вафля. Ну и латте. Вау, смотри, вот что такое бин, это бобы. Ангелине мы заказали чай, латте с какими-то бобами. Да, сейчас будем пробовать. Это обычная латте. Я хочу бобы. Смойничайте наш бобик. Давай, разворачивай, что там за макаронс? Она съедобная есть. Мам, помогите, помогите, помогите. Фито, она и вкуснее. Помогите открыть. Нету ножниц. Ножниц? Да, нету ножниц. Смотрите, это тяжело откарать. Здесь уже как-то, ну, улыбнение. А-я-я-я-я-я, моя, 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 моя. Моя муния. Дайте мне тарелочку. Где моя тарелочка? Вот, здесь уже как-то дожди, то что-то небольшие окна, и людей, что больше, то, что в ресторане-столовой было прям... Ну давай, Ангелина. Расскажи, что... Ну как? На что похоже? На... Вот это шоколадное? Шоколадная? С крем вкусный. И вот эта синяя штука. Синяя штука, сама печенька, да? Да. У меня такой макаронс. У Ангелины внутри где-то зеленая прослойка. Это масло с сахаром. Белковый крем у меня. Сверху это сублимированная клубника. У меня другой крем. Это крем-чиз. Клубки тоже плотные. А сольку белый шоколад. Это начинка мне даже больше понравилась. Здесь такой более привычный крем поинтересный. Так, все. Мы наконец-то наелись. Итого еще минус 2 часа из нашей жизни. Приехали в сад. В общем, это место называется сад камней. Такие интересные тут штуки. Правда, все серенькое. Но даже сейчас понятно, что когда здесь будет весна или осень, или лето, здесь будет просто потрясающе. Нам даже с Андреем немножко это место напомнило японский сад. Где он там? В ботаническом саду в Москве. Здесь даже есть, я забыла, как называются вот эти штуки. Надо погуглить. Как они называются? Забыла. Они тоже есть вот как раз в японском саду в Москве. В общем, вечером здесь будет фестиваль света. И, судя по всему, здесь будет очень красиво, потому что, посмотрите, вообще, как обвили куст фонариками, просто мелкой сеткой. Там дерево тоже было оббитой килограммом фонарей. И бедит. И вот это тоже оббито. И вот, посмотри, вон, как стволы обмотан. Круто. Я еще надеюсь, что меня слышно. Что я там говорю? Погнали. Домичек, пойдем, Андрей, посмотрим. Прямо в окна прямо в цветы вставлены. Здесь надо пофоткать следующего. Как-то это шок. Еще, в общем-то, в Корее все время каждое дерево вот так заматывается. То ли для красоты, то ли для тепла. Я так и не поняла. Мне кажется, в каких-то местах заматывают для теплоты, в каких-то просто для красоты. А, где-то проход. Смотри, мам. Кто там живет? Я вот не знаю. Лесник. Лесник Муня. Не рассказывай всем. Вот именно. Это у нас секрет. Смотрите, какая-то тайная тропа. Пошлите по ней, пожалуйста. Давай пока пасхой туда дойдем до конца, а потом посмотрим там. Короче, Ангелина, вчера у нас оторвалась маска такая обычная. Вот типа, как те, которые в Москве ходят. Они еще жутко неудобные. В общем, короче, третья маска оторвалась. Сейчас пока они там меняют маску, я немножко пройдусь, расскажу. Все классно, блин, но на весь парк играет музыка. Их какие-то корейские певцы. И вот такая заунывная. Она может быть красивая первые три минуты. Очень лиричная, очень такая спокойная, с завываниями. Но, блин, когда ты в парке уже два часа, ее слышно отовсюду, потому что здесь горы и такая чаша, она отражается от всего. Я больше не могу ее слушать. Это какой-то трэш. Вот. Прям хочется куда-нибудь уже подальше отойти от этой слезливой музыки, несчастья и я не знаю, чего еще. Да, вот. Может быть и любви, но несчастной любви. Нашли еще какую-то избушку. Наверное, это что-то в историческом стиле. Это такие окошки, ставни, там какой-то комод. Вообще, непонятно, что это. Если Андрей вам сейчас расшифрует эту вывеску, то будет здорово. Хотя тут прямо нарисовали много всего. Я внутрь зашла, там был кружочек из сердечка Настя и Миша. Ты что? Порвите прямо. Берегите голову. Понятно. Я думала, там написано что-то, чтобы раскрыло нам тайну сие его место, но нет. Где написано? Миша. Маша. Миша. Миша, Миша. Да, Миша. Обалдеть. Наши были везде. Что-то такое знакомое. Судя по всему, здесь какие-то печи, может быть, что-то, что долго хранилось, может быть, для какого-нибудь их местного вина. хранилища. Там вот какие-то еще вентиляции с подвала. В общем, такая избушка корейская. Так, пойдемте дальше. Это, мне кажется, какое-то озеро. Красивое. Правда, все в снегу и замерзло. А, там какие-то еще вот есть, смотрите, камушки-блинчики, которые можно проскакать от той беседки до берега. Такая зимняя сказка. Музыка. ребятушки мы все-таки дождались и эти фонарики зажглись сейчас еще прибежите посмотрим как все это смотрится вообще-то конечно все увешано в фонарях наверно это очень красиво знаете вроде бы плюс 4 было сейчас начало темнеть плюс горы плюс солнышко зашло и больше нет прямых солнечных лучей и на самом деле холодно видимо из-за того что очень большая влажность настолько холодно что вот 15 минут мы сейчас провели на свежем воздухе ну конечно ходим находим очень медленно и кончики пальцев на ногах кончики пальцев на ногах прямо отмерзают прям вот к чине и так как будто мы дома и на улице плюс 10 человека обманчивая погода не не привыкли мы все таки к такой зиме когда то тепло до холодно в общем надо здесь тоже быть одеваться теплее и А вот посмотрите, как тут офигенно Офигенно, как мы не вовремя приехали в этот сад Посмотрите, вообще просто, просто вау Так, это что у нас такое, 7 сезонов за саду Внутреннее успокойствие А, на самом деле, посмотрите, какая тут офигенная осень Ну все, ранняя осень, ой, поздняя осень Это ранняя осень, вообще просто вау Так что я уже потираю ручки Посмотрите, а вот у нас больше зима Слушайте, ну уже на самом деле темнее Поэтому я думаю, что стоит нам немножко подождать Чтобы попробовать сделать вот такие фотографии Так, смотрите, мечта молодого парня Который любил ферму Так вот, а, вот он Это, видимо, основатель Вот такой вот молодой парень Ага, слушайте, так интересно, конечно Тут, наверное, история Создание, вот, да, история сада С 95-го года начинается история И тут, вот смотрите, какие потрясающие картинки Ну да, конечно, не сегодняшний день Все-таки зима, она и в Корее зима О, боже мой, мы просто только что пришли с этого места И весной оно смотрится просто фантастическим А это вообще кисловодский какой-то Доминорос И сакура здесь цветет В общем, жди нас Мы уже прошли целый круг Народ только начинает пребывать Видимо, как раз на то самое шоу Всех вот этих светящихся огоньков Мы гулялись, замерзли, нафоткались Мы снимали видосиков И теперь идем назад в машине Будем греться И потихоньку выдвигаться домой